Привет, друзья! Это, знаете, очередное видео от ютуберов с а-ля поздравлениями, вот этим вот всем. Всё это банально и конъюнктурно, и как бы очередной раз у меня не получается сделать то, что я хотел, потому что всё перевернулось с ног на голову, и как бы просто запилю видос от себя. Никакой новогодней атрибутики у меня тоже нету. Маски, шапки, последнюю шапку новогоднюю, если я не ошибаюсь, я взял, порвал. Единственное, что я могу сделать, это типа, хо-хо-хо, с новым годом вас, вот. Ну, как бы согласитесь, такое себе. Вот, что вообще хочу сказать. Я не понимаю вашего недовольства по поводу моей ёлки. Я считаю, что у меня самая красивая ёлка на сервере. И если кто-то не согласен, если кто-то не согласен, то ты будешь дело иметь со мной. Я тебе сегодня этой ночью приснюсь, приснусь, приснись, приснусь. Я тебе буду сниться этой ночью. И буду вытворять все самые свои грязные фантазии в твоём сне. Только попробуй в комментариях сказать, что у меня кривая, некрасивая ёлка. Если вам не нравится моя ёлка, то значит, у вас нет никакого вкуса, у вас нет никакого понимания современного искусства. Что вы можете вообще говорить, ребятушки? Вот что вы можете говорить? Попомните мои слова. Эта ёлка когда-нибудь будет выставлена в Эрмитаже. Вот что я вам скажу, друзья мои, в преддверии Нового года. Вот, одеваем наушники адекватности. Также, в целом, хотелось бы сказать, что я постараюсь сегодня успеть. Ну, я должен успеть, потому что я пообещал ребятам из гильдии. И, ну, и как бы, может, просто кто-то из подписчиков тоже придёт. Я проведу сегодня такой маленький ламповый праздничный стрим. Мне надо определить победителей конкурса, да, который проводился у нас в гильдии. С вами побалаболись. Может, схожу там за бутылкой шампанской, открою ещё что-нибудь. Вот, так что часик-два, ну, часик, наверное, мы с вами, ребятушки, постримим. И далее, что ещё? Может быть, я не обещаю, может быть, запущу стрим ночью. Может быть, там в танки поиграем. Или ещё во что-нибудь поиграем. Посидим там, побалаболим. Может, я возьму там горячего вина с вами, ребята, посижу. Ну, что-нибудь поделаем, вы свои идеи пишите в комментариях. Ну, знаете, может быть, кто-то посмотрит, кто работает этой ночью стрим. Потому что я человек, который... Ну, ладно, вот последние года я не работал на Новый год. Ну, конечно, если не считать стримов. Но в целом, вот сколько я себя помню, я постоянно... Большинство новых годов, я постоянно брал смены рабочие на Новый год. И ночью работал. И что только не было. Бывало сам, бывало принудительно. Ну, было, что выбора не оставалось. И как бы я знаю, что такое работать в Новый год. И, может быть, это в какой-то мере сломало во мне ощущение праздника. То есть у меня, к сожалению, такого нет. Но у меня есть дочь, ради которой мне хочется устроить праздник. Нарядить ёлочку. И так далее. Потому что если бы не ребёнок, как бы вообще бы никак... Ну, всё, типа... Ну, Новый год и Новый год взял там, типа... Выпил пиво, пошёл спать. Вот. Вот, ну, какая-то такая фигня. И всё-таки я очень рад, что как бы в тот момент, когда для меня такой праздник перестал, по сути, существовать. Непонятно, чем это было вызвано. Появилась у меня в жизни дочь. И многие праздники для меня как бы заиграли новыми красками. Потому что... Потому что есть, ради кого этот праздник устраивать. Да. И это, на самом деле, классно. И вот я хотел бы вам это пожелать. Вообще у меня, по моему внутреннему сценарию, в этом видео вообще не должно было быть никаких пожеланий для подписчиков. Но не суть. Короче, может, просто ночью запущу стрим, не обещаю. Может, кто работает, там придёт. Вот, посижу с вами, там, шампика попью. Побалаболим, в какую-нибудь группу играем. Не знаю, правда, какую, ребят. Так что, если что, будете с ума сходить ночью. То поглядывайте на мой канал. Может быть, зайдёте. Вот. Вы ждёте, да, поздравления от меня к вам. Ну, что я вам могу сказать? Ну, а фиг вам. Я лучше сам себя поздравлю. Потому что я, как вы помните, жадная, меркантильная до денег скотина, которая, 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 как бы вам объяснить. Эгоистичная, наверное, да. Вот это будет правильным словом. Что я хочу сам себе пожелать? Во-первых, я хочу, чтобы я меньше разговаривал, больше делал бы. Да, потому что у меня целая куча планов постоянно. Какая-то громада, громада идей. Но всё это до реализации не доходит. А по той причине, что мне, как бы, нужно ещё пожелать и улучшения своего какого-то тайм-менеджмента. Да, если так в среднем посмотреть на то, чем я занимаюсь, какие вещи я успеваю делать. Я, на самом деле, успеваю очень много. Но этого недостаточно для какого-то успеха и удовлетворения в тех вещах, в которых я хочу чего-то добиться. Понимаете, в чём проблема? У меня семья. Я успеваю с семьёй. У меня какие-то халтуры. У меня YouTube. Почти ежедневные стримы. С одной стороны, я успеваю. Но с другой стороны, я знаю, что я могу больше. И вот как себя заставить делать больше, меньше тратить время на какие-то непонятные вещи. Я, ребятушки, если честно, не знаю. Вот мне хотелось бы самому себе пожелать того, чтобы я, ёлки-палки, брал бы и что-либо успевал бы. Ну, как-то, что-то я не знаю. Вот что-то должно во мне внутри поменяться и выработаться какие-то правила, наверное, должны. Честно вам скажу, не знаю. Ну, вот это то, что я хотел бы на самом деле себе пожелать. Поменьше конфликтных видосов, наверное, да. Потому что что-то в этом году под конец что-то дофига. Но просто я такой человек. Меня, если знаете, ребят, ну, кто давно на меня подписан. Если меня начинает бомбить, если я начинаю от чего-то взрываться, гореть, то, как бы, я не могу промолчать. Я просто пойду на поролом. Мне плевать, там, дизлайки, не дизлайки, отписки, не отписки, да, там, как бы, плевать на то, что я... Ну, понимаете, это просто проблема. Вот такие видосы, да, эти конфликтные. Это просто проблема заключается в том, что ты тратишь на это огромнейшее количество времени, самое главное, энергии. И по факту это ничем не окупается. Ни деньгами, ни каким-то феймом, еще чем-либо. Это тебя просто по факту опустошает. Но терпеть и какие-то моменты пропускать я, к сожалению, пока что не научился. Я надеюсь, что в следующем году я тоже научусь иногда молчать. Иногда молчать. Иногда молчать и просто класть на это болт. Вот. Что еще? Да ладно, что вы думали? Я вас, что ли, не поздравлю? Ребзя. Ребзя. Желаю вам терпения. Вот. Желаю вам терпения, потому что меня, когда вы подписаны на мой канал, я понимаю, что меня терпеть трудно. Желаю вам нервов побольше. Опять же, я просто понимаю, что если смотреть на то, что я делаю, то тут как бы нужно много нервов. Да, ребятушки? Должен быть большой запас. Вот. Желаю вам финансового благополучия, потому что, ну, ребятушки, я продажная мразотная скотина и всегда жду ваших донатов и все делаю ради донатов, ребята, и монетизации, потому, конечно же, мои подписчики должны быть... Что я несу? Мои подписчики, конечно же, должны быть финансово обеспечены. Я вот вам этого желаю, чтобы вы могли позволить себе больше мне донатить. Ха-хэй! Вот. Не, ну, я не знаю, ну, как бы, ну, а чё? Ну, а чё? Я чё думаю, ребят, то и говорю. Я не буду, знаете, себя там строить какого-то суперкренделя, типа, ребятушки, вы мои друзья! У-ху! Му-му! Я вас целую и люблю! Счастья вам на Новый год! У-ху! Ну, нет, ну, камон! Вот. Просто... Ну, ты чё? Не, ну... Не, ну, здоровья! Здоровья вам побольше, ребят, потому что, опять же, я знаю, что некоторые подписчики там по полдня сидят мои видосы смотрят, и потом ещё стримы смотрят, знаете, вестибулярный аппарат, сидячий образ жизни, там тромба, это всё очень плохо, то есть здоровья побольше, там пробежечки, ребята, делайте, вот это вот всё, как бы, опять же, что бы вам ещё, ребят, пожелать? Вот. Не знаю. Благополучие семейного. Счастья, вот. И не потому что, ребят, я вот хочу, чтобы вы были счастливы. Нет. Просто, если человек будет удовлетворён вокруг себя сложившимися обстоятельствами, если у него будет всё хорошо в жизни, там, в семье, на работе, неважно, то когда он придёт ко мне на стрим, от него не будет никакого негатива, он не будет пытаться за счёт меня каким-то образом, ну, на мне отыграться, ещё что-либо. То есть, ну, всё будет позитивно, короче, и классно. Вот. Опять же, у меня все пожелания к вам, ребята, сугубо меркантильные. Ну, ну что, ну, зато я честен с вами, ребят, зато я честен с вами. И, знаете, как бы надеюсь, что YouTube не закроют, опять же, да, в следующем году. Вот. Вот. Надеюсь, что мой канал не закроют в следующем году. Вот. Надеюсь, что мы сможем с вами видеться, да, и что если вы, и моя рожа вам всё-таки жёстко каким-то образом надоест, ну, три месяца отдохнёте, потом вернётесь, там, поддержите старого кривозубого латыша, вот. Короче, всего вам самого хорошего, и, пожалуйста, в новогоднюю ночь поосторожней, да, там, с бомбочками, с фейерверками, с алкоголем. Ну, открою, возможно, для кого-то секрет, алкоголь не согревает. Это просто обманчивое ощущение, и он организму в мороз делает только хуже. С бомбочками, да, с фейерверками, с взрывчаткой, это, там, со всем этим осторожней, ребятушки, пожалуйста, я знаю, о чём я говорю. Вот. Хотя, знаете, я в последнее время, в последние года даже не покупаю никакие фейерверки и так далее, потому что я стал, может быть, просто супермеркантильным или расчётливым. Я понимаю, что это деньги на ветер. Ладно, ребятушки, всего вам самого наилучшего и хорошего, вот. Оставайтесь такими же позитивными, те, кто позитивные, вот, и всё у вас будет хорошо. А если у вас будет всё хорошо, то и у меня будет всё хорошо. С Новым Годом, друзья! С Новым Годом!